Приступаем к новому этапу работы. Будем облицовывать фронтон. Для начала выставим леса. Но учитывая то, что высота очень большая, придется ставить леса в три уровня. Два уровня уже готовы. Сейчас доски набросаем. И здесь увеличим третий уровень. Придется наращивать. Лесов немножко не хватает, но сделаем досками. Приступаем. Там посмотрим. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о том, как делать фронтон. Подведем итоги готового уже изделия, то есть готового фронтона. И разберем те положительные и отрицательные стороны, с которыми мы столкнулись при изготовлении фронтона. Ну, начнем с самого начала. Прежде чем делать фронтон, мы приступили к изготовлению козырька. Значит, вариантов изготовления козырька очень много. Но специалисты подсказали вместе с ними, а скорее всего больше они делали, чем я. Значит, делали козырек. Сделали следующим образом. Значит, брали в основу 25-ю, значит, доску. Тоска вот 25-я, 10 на 25, сделали следующим образом. Значит, ну, это примерно так, значит, сделаем. Вот здесь вот так вот, вот так где-то был надрез. Здесь у нас, здесь, так, здесь получался еще один надрез под кирпич. Вот так вот, да? Вот так. И где-то вот здесь вот, вот так вот. Вот такого вида, такого вида нарез. Значит, для чего это было сделано? Ну, здесь вот становилась она на кирпич. Вверх мы видим кирпич. Значит, устанавливается на кирпич. Значит, выпуск здесь небольшой, небольшой сантиметр, где-то 25-25. И за счетом все делалось, чтобы накрывалось стандартной металлочерепицей, стандартной металлочерепицей, значит, 50 сантиметров. Значит, после того, когда мы, значит, вот это вырезали, значит, мы ее укрепили сверху с одного, значит, края дома и с другого, значит, уступили обычными, значит, долголочками, значит, к стенке укрепили. Соответственно, вывели его по уровню. Когда укрепили с одной стороны и с другой стороны, натянули нить. Нить. Нить натянули и уже по этой ниточке, чтобы было все, ровненько. Вот эти точно такие же, значит, по шаблону вырезали такие, значит, изделия. И через шагом где-то 70 сантиметров начали крепить. Укрепили с шагом 70 сантиметров, а после этого все стало уже просто очень. Значит, нашивали, значит, точно такую же 25-ю доску, 25-ю доску сверху нашили, значит, и все, после этого уже стало все просто. Нашили доску и приступили к вкладке металлочерепицы. Металлочерепицу подшили, после, значит, здесь вот планка привыкания. Планка привыкания сверху она находится. Она стандартная, стандартная планка привыкания. Значит, ну, больше, больше один, значит, там где-то где-то сантиметров 20, одно, значит, на один конец, другой где-то сантиметров 10. Здесь мы больше сюда пустили. Крепили, значит, обычными, значит, саморезами металлическими. Значит, поговорим о софитах. Вот здесь вот софиты, вот сейчас остаточки немножко осталось, да? Вот вы видите, да, они вот, значит, здесь уже с прорезями, чтобы дышало. Ну, в общем, вот софиты. Значит, каким образом делалось? Вот видите, да, вот здесь вот, вот здесь профиль. Где-то у нас планочка такая есть, а вот планочка такая есть. Вот, значит, закрепили, закрепили его с одной стороны. Вот, вот видите, вот из этой. И с другой стороны здесь, мы одну пошире немножко, through, профиль, закрепили. И получилось, значит, небольшое расстояние. Небольшое расстояние, значит, и уже софит, его вставить очень было тяжело, очень трудно. То есть, ну, не, практически невозможно. Что мы сделали? Мы взяли, значит, с одной стороны, с одной стороны. Здесь еще было, значит, свободно. Просто прогнали его до конца. И получилось очень хорошо. Прогнали и крепили, значит, ее саморезами. Саморезами крепили, значит, вот 20-й саморез с пресс-шайбой. У нас здесь достаточно много осталось, вот видите, вот такие саморезы с пресс-шайбами. Очень хорошо, значит, крепятся, удобно, хорошо. Значит, особенность такая при крепеже, крепеже, значит, софита, ну и потом, значит, других изделий. И вот вы видите, здесь вот специальные прорези, когда крепишь, когда крепишь, дотягивать ее сильно не надо. Значит, где-то один миллиметр надо оставлять, ну, чтобы свободно, свободно ходил. Чтобы в морозную погоду, значит, не было, значит, повреждения, значит, софитов. Вот, значит, непосредственно, что касается, значит, облицовки софитами. Ну, какой недостаток? Недостаток следующий. Значит, мы сначала сделали, видите, небольшое расстояние со сшитом, а потом приступили, вот видите, к большому расстоянию. К большому расстоянию. И у нас получилось много остатков. Много остатков, вот видите, где-то сантиметров больше 50, больше 50. Можно было использовать до сюда, но уже все, как говорится. Потому что сначала лицевую сторону делали, а потом уже боковую сторону, значит, делали. Ну, еще по облицовке, как положительно можно себя, что видите, внимательно посмотреть, внимательно посмотреть. Вот видите, вот здесь вот, значит, сделан люк. Люк для того, чтобы можно было там какие-то работы производить, осмотр и так далее. Очень просто здесь зимпрофиль стоит, и вот здесь два софита стоят, просто вставлены, мы даже их не закрепили. Очень хорошо. Ну, и непосредственно, значит, по фронтону. По фронтону. Значит, материала для изготовления фронтона очень много, очень много. Остановились вот в таких вот панелях. Сейчас это уберем и посмотрим по панели. Значит, первоначально думали, значит, облицевать деревом, затем, значит, думали облицевать железом, ну, значит, сайдингом всевозможным. Смотрели, спрашивали советов, ну, остановились вот на таком материале. Ну, достаточно хороший, значит, толщина его 3 миллиметра, 3 миллиметра. А сайдинг это где-то миллиметр, там, будет маленько поменьше. Значит, к этому образу с ним работаем. Вот, первоначально, значит, здесь остаточки остались, значит, вот такие, значит, крепежные полоски имеются. Значит, вот эти крепежные полоски, терпичные, тоже крепятся по уровню. Закрепили эти крепежные полоски. После этого, после этого, если есть посмотреть, вот видите, да, здесь вот получается, ну, типа, зацепов, они вот так вот становятся, вот, вот, сюда, прибежность, видите, вот, вот, зацеп, все встало. Здесь зацеп встала, зацеп встала, а здесь с саморезами, ну, 3-4 самореза и достаточно. Очень хорошо. Начинали слева направо, то есть, здесь обрезали и прогоняли, значит, полностью пол в полосу. Значит, сверху, сверху ставили, значит, рейку, рейку. Значит, ну, 25-ю доску делили на пополам. И вот рейку крепили на саморезы. И, значит, соответственно, здесь уже, значит, спресс-шайба. И после, значит, крепится, и после этого идет вторая. Она тоже вот идет, видите, вот зацепы идут, вот зацепы, здесь зацепы идут. Ну, соответственно, здесь зацепы, зацепы еще становятся, и все нормально. И все нормально. Значит, окна, окна, когда делали, окна, если здесь вот по смысле, обратите внимание, вот здесь вот, значит, сливы, окон, они делаются в уровень кирпича, то при облицовке сливы, они выступают, где-то сантиметров 8-10 выступают. И вот первоначально была ошибка, взяли, значит, сливы поменьше, то есть в уровень, пришлось потом другие сливы убрать. Для того, чтобы облицовочной планкой, чтобы красиво получилось, облицовали. Вот, пожалуй, вот такая была ошибочка, ошибочка была устранена. Ну и вот, пожалуй, все, а все остальное можно просто посмотреть. Вот, пожалуйста, посмотрим с одной стороны, с одной стороны, и посмотрим с другой стороны. Ну, думаю, получилось неплохо, специалисты хорошие, я в меру возможностей помогал, но, может, больше мешал. Ну, и здесь вот особенность вот такая, если здесь вот посмотреть, если посмотреть, можно еще разобрать один момент, очень интересный, может быть, кому-то он пригодится. Вот, когда мы здесь решили устанавливать софиты, вот здесь софиты устанавливаем, ну, с одной стороны, с другой стороны, значит, софиты устанавливаем. Здесь вот, если вы первые ролики смотрели, там такие балки стояли. Ставили мы их по уровню, но все равно, значит, где-то гуляли эти балки, где-то сантиметра, полтора сантиметра, одна от другой, неровно получилось. Что мы сделали? Что мы сделали? Значит, мы тоже, значит, взяли, пробили первую балку и последнюю балку, набили брусочки, брусочки, то есть дощечки. Натянули ниточку, одну, вторую, и по этим ниточкам, значит, тоже к балкам еще дополнительные рейки поставили, и на рейке уже нашили доски. Получилось хорошо. Ну, пожалуй, давайте посмотрим. Вот, кому понравится, кому понравится, можете точно так же обшивать. С таким же облицовочным материалом. Обшивается хорошо, но, может быть, он немножко подороже, немножко подороже, чем другой материал. Ну, думаю, нормально. Вот, пожалуй, и все. Продолжим дальше работать. Следующий этап работы будет уже внутри дома. Думаю, будет все. До новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует...